Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы будем продолжать нашу лекцию по электрооборудованию вагонов. Сегодня наша тема у нас аккумуляторная батарея. Что такое аккумуляторная батарея? Зачем она нам нужна? Во время движения вагонов в составе поезда у нас потребление энергии осуществляется через генератор, которые находятся под вагоном. Это у нас автономное электроснабжение входит и есть централизованное электроснабжение, когда мы электроэнергию получаем от головного локомотива. А локомотивы, естественно, получают электроэнергию от контактной сети или от своих дизель-генераторов. Но у нас приходится такой случай, что вагоны в станциях стоят или у нас скорость для генераторов недопустима, например, до 30 километров в час. В этом случае у нас мы должны взять электроэнергию откуда-то. Для этого нам пришло применять аккумуляторные батареи, которые в принципе к работе накапливают электроэнергию. При химических реакциях они еще вырабатывают электроэнергию. Мы можем заряжать их и, естественно, получать от них электроэнергию в режиме разрядки. Что такое у нас аккумуляторная батарея? Аккумуляторная батарея, вот это я сейчас показываю рисунок, у которого есть анода и катода, которые мы принимаем, электричество. Чтобы это все, в принципе, как она работает, понять, я хотел бы начать сначала. Здесь сейчас так. Так сделал. Как получается электрический принцип работы аккумулятора? Давайте сначала сейчас повторим это что? То, что как работаются вообще электроны, движутся электроны, что такое электроны, что такое ядра. Здесь на рисунке сейчас показана молекула, молекула, которая состоит из атомов. Пример, это, скажем, молекула воды, H2O. У нас 1H и 2O, кислород 2O. Это у нас молекула. Но у молекулы есть атомы. Атомы из чего она составляет? Атомы у нас составляют сейчас, вот скажем, ядра и электроны. У ядра, бывает ядра, один ядр, и вокруг него движется электрон. Электроны у нас являются минусовой заряд, а сам ядра у нас является плюсовой заряд. А ядра состоит из чего? Ядра состоит от нейтрона, сейчас я рисунку, вот, с чего состоится, планетарная модель атома. Атом у нас с чего состоит? От электронов, которые движутся вокруг него, и ядра. А ядра состоит от протонов и нейтронов. Нейтрон, так как считается, нейтрон сам не имеет заряд никакого, пилисовое или минусовое, а протон имеет плюсовое значение. И их масса, масса протона, ядра равна суммарной массе электронов. Когда они одинаковые, у нас сам атом является нейтральным атомом, когда у него масса одинаковая. Но когда у нас мы отнимаем один электрон от этого атома, что происходит? У нас превышает плюсовой заряд от минусового, из-за этого она считается положительным ионом. А когда мы прибавляем один электрон в этот атом, у нас она превышает минусовой заряд, чем плюсовой, и она называется отрицательный ион. И атом получает дополнительный электрон, а здесь у нас атом теряет электрон. Вот таким способом, передвигая электроны, у нас протекает электрический заряд. Сейчас заново покажу. Здесь у нас самая электрическая цепь, электропровода, является у нас твердым металлом, из-за этого они в каком состоянии? Они в состоянии у нас решеткообразном состоянии. Здесь что бывает? У нас есть соединение, кристальное соединение. А когда кристальное соединение, у нас протекает электронный свободный, а атомы у нас присоединены. Но электроны могут свободно протекать, а ионы будут оставаться на месте. И протекание свободного в порядочном порядке электронов, это называется поток электрической энергии. Так, это я объяснил. У нас минусовое тягивается на плюсовой и обратное. Два плюсового отталкиваются друг от друга. Это вы уже знаете, это я уже рассказал. Вот теперь принцип работы аккумулятора. Корт я объяснил. Здесь у нас, смотрите, из чего у нас состоит. У нас состоит поличный выводы, поличный плюсовой и минусовой. Встроены откидывающие ручки. Ручки – это чтобы поднимать аккумулятор. Отверстие в центральной вентиляции. Мы должны вентиляцию производить, потому что там есть жидкость. Здесь у нас жидкость – это у нас кислота. Кислота, когда есть испарение, выделяется газ. За это мы должны отверстие сделать. Здесь у нас блок электродов в сборе. Это блок электродов в сборе. Здесь блок отрицательных электродов. А здесь у нас блок положительных электродов. Это у нас боретка, через которую мы будем принимать, вот здесь видно соединение, принимать электрическую энергию. Здесь она из чего состоит. Отрицательный электрод – это в таком цвете. Дешетка отрицательного электрода, которая прикрепляется к нему. Есть у нас положительный электрод с сепаратором. Вот здесь сепаратор. Положительный электрод и решетка положительного электрода. Это ушка всех этих электродов соединяются в одну. И отсюда мы получаем минусовой или плюсовой заряд. Здесь вот еще показано, как они друг к другу присоединятся. Они друг к другу присоединятся так, чтобы они друг к другу были поочередны. Плюсовой, минусовой, минусовой, минусовой. И вот здесь у нас есть очередность всех электродов. Выход у них вот отсюда выходит. Теперь, что происходит? С чего она состоит? Вот у нас акклиматор, есть у нас корпус. Корпус такая, корпус, чтобы она должна выдерживать кислоту, чтобы она не должна в кислоте разлагаться. У нас есть электролит. Электролит у нас это сульфат кислота. Вот здесь вот формула показана. Это всю емкость, мы устанавливаем электроды. Электроды устанавливают пластины из диоксида свинца. Значит, здесь вот показана формула. Формула что показана? Здесь у нас оксид свинца. Здесь у нас сульфат кислота. Здесь у нас чистый свинец. Скажем, вот этот свинец, чистый свинец, это оксид свинца, а внутри него это электролит. У нас сульфат кислота. Здесь у нас происходит химическая реакция во время зарядки, во время разрядки. Что происходит? Здесь у нас есть, если молекулярно посмотреть, атомы. Атомы сульфида, атомы водорода, атомы кислорода. Что происходит? Когда мы заряжаем, электроны проходят через него, через этот все электролит, и она у нас свободно крутится, электроны вращаются. Но во время вращения она у нас переходит к чему? Это у нас первоначальное положение, когда у нас она заряжена, и когда у нас происходит разрядка. В разрядке что происходит? Сульфат, переход в эту сторону и переход в эту электроду. И что у нас с обе стороны? У нас оксид. Сейчас. У нас происходит электролит, становится чистой водой. А это у нас свинца. Так, оксид свинца. Сульфид свинца происходит. Обе стороны. И когда у нас мы заряжаем, опять переходит на эту часть. И, как вам сказать, сейчас я покажу еще видео. У нас происходит химическая реакция, преобразование, преобразование кислоты на воду. И вот. А для чего она происходит? Происходит в том, что у нас, как я говорил, сульфат кислоты, она у нас не жесткая, она у нас жидкость. Значит, у нас кристаллические нет. У нас и ионы свободно продвигаются, и электроны свободно продвигаются. Когда ион, ион же у нас в каком состоянии? Она же у нас положительная, а электроны у нас отрицательные. Естественно, когда у нас здесь минусовая, у нас пилюс иона прикрепляется к этому и превращается на сульфид свинца. Превращается. Эта часть тоже превращается. Это сейчас мы посмотрим через видео, которое я подготовил. Так. Вот сейчас посмотрим это коротко в видео. Вот смотрите, у нас есть пилюсовой электрод, есть у нас минусовой электрод. Дальше. Здесь у нас сульфат кислота. Это называется пилюсовой катодом, а минусовой называется анодом. Это у нас электролит. Так. Здесь пропорция. Пропорция из 3,2 – это вода, а из 3,1 – это у нас сульфидный оксид. Общие они служат в сульфат кислотах. Вот здесь у нас чистый свинец, это электрод, а это у нас аксид свинца. Так, здесь у нас сейчас произойдет режим работы аккумулятора. Вот у нас режим разрядки. Значит, мы подключаем к нему лампу накаливания, и у нас должны протекать электроны, чтобы у нас лампа горела. Как она происходит? Происходит так. Со стороны свинца, частности, электроны свинец теряет, она передает его через этот включенный канал, лампочка у нас загорает и переходит сюда. Здесь что происходит? Здесь происходит так, что у нас она подключает электроны, и она уже отталкивает сульфиды на кислоту. Так, что происходит? У нас происходит чистая вода, а все сульфиды, они прикрепляются на электроды. Таким образом у нас решетка, которую мы устанавливаем в свинцовой решетке, эта решетка наполняется, это порошком сульфида. И у нас из кислоты остается почти чистая вода. Теперь у нас режим зарядки. С помощью генератора мы будем теперь заряжать. И здесь происходит обратная ситуация. Обратный режим. Что? Теперь отсюда мы электроны берем и подаем в этот электрод, и они обратно возвращаются на свое место. И здесь у нас что находится? Уже вода превращается опять в сульфат кислоту. Вот, в принципе, у нас работа аккумулятора. Теперь сейчас посмотрим по-другому. У нас аккумулятор в действии, как работает аккумуляторная батарея. Это устройство я объяснил. Где они находятся? В вагоне, в вагоне, под вагоном мы устанавливаем ряд аккумуляторных батарей. И они у нас, когда тут у нас используется кислота, так как говорилось, они при движении трясутся, и при нагревании у них вырабатывают газы. И эти газы должны выпускаться, выпускаться в специальные отверстия. Из-за этого у нас вагоны вот такие крышки, крышки, которые с отверстиями. С этими отверстиями у нас происходит циркуляция воздуха. Они устанавливаются вот по порядку. Каждый аккумулятор вырабатывает 12 вольт, потому что она состоит из шести блоков, которые вырабатывают по 2 вольта. А суммарности они вырабатывают 12 вольт. Если аккумуляторы мы будем друг друга соединять по цепочке, по цепочке, не параллельно, а последовательно, у нас повышается напряжение. А если мы будем их соединять параллельно, тогда у нас не уменьшается напряжение, а уменьшается сила тока. Здесь рисунок. Давайте принцип работы аккумулятора. Как она работает? Когда к аккумулятору подключается нагрузка, электронный прибор, механизм и прочее, внутри батареи начинается происходит ожидаемая нами реакция, активная масса двух пластин, начиная преобразоваться в совсем другое вещество, серно-кислый свинец. Формула его влитка, то, что показано. Плотность электролитного вещества, серной кислоты постепенно снижается. В замкнутой цепи начинается двигаться иона, после чего начинается третий ток. А то, что ионы, я вам рассказал, у нас есть электроны и ионы. Ионы – это ядра, а электроны, которые вращаются, минусовая зарядка. Эти процессы сопровождаются выделением тепла и взрывоопасных газов. Вот этот газ мы должны выпускать с аккумуляторов, из-за этого предназначено отверстия кислорода и водорода, которые в случае с аккумуляторами, с жидкими электролитами отводятся наружу. А у герметизированных аккумуляторов рекомендируется, то есть снова переходит в жидкое состояние. Ну, здесь еще рисунок, минусовая клемма. Анот – свинец. На аноде вступило в реакцию серной кислоты. Ну, то, что тут я сейчас анимацию показал в видео, это уже повторяется. Типы свинцов-аккумуляторов. Так, это я же не буду рассказывать, это можете все прочитать на лекционах, которые мы поставили в модуль. Теперь я еще хочу вам сказать, что здесь я сейчас расскажу еще заново, как у нас состоит аккумулятор. Это у нас первый корпус, корпус сделан из перенопласта, который не разлагается, кстати, отрицательных электродов, сепараторов. Есть положительный электрод, баретка, опорный призм, сама крышка, пробка заливная, много отверстия. Пробка заливная отверстия для чего нужна? Когда у нас какое-то часу поработать, у нас аккумулятор, приходится менять электролит. Из этого это через крышки, пробка заливная отверстия, мы заливаем новый электролит. Или мы сливаем старый, заливаем новый. Но что это еще надо иметь в виду, если у нас аккумулятор, будет разряжаться до нуля. Если мы пару-три раза, если мы аккумулятор разрезаем до нуля, уже аккумулятор выходит из строя. Почему? Потому что решетки уже заполняются. Если заполняются до отказа, до отказа сульфидом, у него не останется отверстия. И у нас протекание электролита, жидкости, у нас остановится. При этом уже аккумулятор не будет вырабатывать электрические энергии и вообще не будет заряжаться. Потому что сам процесс уже закупоренный будет. Из-за этого, когда мы меняем электролит, надо учесть, что если сульфиды остаются в решетках, и мы будем добавлять еще сульфиды, ну, с помощью электролита, ну, у нас она уже аккумулятор еще будет быстрее разряжаться. Из-за этого надо очистить это все. Ну, это сейчас делают такие специальные ремонтные бригады, которые занимаются именно этим вопросом. Отрицательные выводы. Ну, это положительные отрицательные выводы. У нас в вагоне, они используются несколько аккумуляторов, потому что это зависит от потребителей нашего вагона, какое потребление энергии. От этого уже зависит количество наших аккумуляторов. Аккумуляторов у нас работают на постоянном токе. Аккумулятор нельзя его заряжать на переменном токе, потому что аккумулятор сам вырабатывает постоянно и заряжается только на постоянном токе. То, что постоянный ток, отрицательный ток, по-моему, вы это знаете. Если у группы есть вопросы, я готов ответить вам о сегодняшней нашей теме. Есть вопросы? Аккумуляторos Вольшинство � CI Продолжение следует...